Как в детском стихотворении, зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. Только в данном случае не зайка, а автомобиль Сузуки, а суть та же. Осенью прошлого года жители улицы Третья и Неживая написали в администрацию жалобу, что перед одним из домов уже давно стоит брошенная бесхозная машина. Таких заявок по городу много. В свою очередь, мэрия имеет законное право такой транспорт эвакуировать. В 2014 году работу по расчистке начали с этой иномарки. По государственным знакам, по номерным агрегатам мы пытаемся найти хозяина и заставить его убрать, его транспортное средство с территории муниципального образования. Если хозяин не находится, проверяем его по базам, всевозможным по базам МВД. Если также место его нахождения по прописке, по другим каким-то данным не обнаруживается, транспортное средство считается бесхозным, и тогда мы его эвакуируем на специальную стоянку. По словам мэрии, хозяин машины установлен, но отыскать его не удается. И якобы жители дома, напротив которого стоит иномарка, владельцы ничего не знают. Однако жители района информацию провергают. Бывший водитель Сузуки, представитель цыганской народности, снимал в свое время часть этого дома. Владелец ее разбился, но не насмерть, но машину так и оставили, учить не хотели. Но потом уехали, вот и все. Но особо больше тут рассказать нечего. Вот сейчас ее забирали, слава богу, отстоял этот второй год. Тем не менее, владелец разбитой иномарки при желании еще сможет вернуть свое авто. Для этого придется лишь оплатить эвакуацию с муниципальной территории. Основные работы по расчистке областного центра от брошенных автомобилей начнутся весной, когда эти ржавые подснежники как следует вытают из-под сугробов. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.